Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня начинает этот теплый, радостный понедельник Валерий Мартынов из города Ульяновска. Валерий, приветствуем вас! Доброе утро, Игорь! Доброе утро, коллеги! Давайте перейдем на демонстрацию рабочего стола. Давайте посмотрим, что у нас, как началось в колхозе утро. Так, значит, отключим камеру. Давайте, наверное, с первого инструмента начнем. Это, значит, акция «Газпрома». Что же у нас здесь? Меня хорошо слышно, да? Все замечательно? Слышно, видно, отлично. Итак, значит, первое, что здесь на экране изображено, это дневный график акции «Газпрома». Вот, пусть вот такого стремительного движения. Нет, ну, опять же, все это происходит в диапазоне, в дивидендном гэпе. Я всегда этот дивидендный гэп выделяю, чтобы, как сказать, для меня это ориентир для дальнейшего принятия решения. Принятие решения, то есть, когда дивидендный гэп перекрывается, то уже можно принимать решения для дальнейших покупок по данному инструменту и дальше вверх. Плюс ко всему дивидендный гэп, он является сам по себе, является как уровнем поддержки и сопротивления. Вот в данной ситуации, пока он не перекрыт, то может еще оказывать давление на акции «Газпрома». И, соответственно, можно еще будет увидеть и уровень и 140, и 135, не исключать такой возможности. Вот, поэтому здесь, если принимать решение, ну, как я уже и говорил, на любых уровнях можно принимать решение, без плеча, если. Вот, ну, в данном вот ситуации все-таки выход из этого вот дивидендного гэпа нужно подождать и потом только уже принимать решение. В принципе, если взять общую динамику, то боковая динамика продолжится даже и продолжается, и даже и после дивидендной отсечки узкий боковой диапазон практически с апреля месяца, как видите, 150-135, и цена сейчас стоит посередине этого узкого диапазона, а это может в любой момент продолжиться движение как в южном, так и в северном направлении, то есть одинаковое расстояние. Так как я акции «Газпрома» не продаю, не шарчу акции «Газпрома», поэтому здесь только, естественно, рассматривать можно только ланги. Но, опять же, цели, задачи и уровни у каждого индивидуально. Это что касается акций, единственная акция, которую я рассматриваю в своем обзоре. Следующий инструмент – это у нас нефть. По нефти здесь также есть несколько для меня уровней. Это 72,70 и 75 ровно. После вот такого резкого стремительного снижения, которое отобразилось также и на доллар-рубля. Сейчас мы его посмотрим. Попытка идет опять отскока и продолжение роста. Запасы нефти на прошлой торговой неделе также внесли свои коррективы, но, опять же, все это действовало на рынок в течение суток. Вот запасы нефти были. И буквально через сутки, второе число, вот, отыгрались полностью эти запасы нефти. Да, давайте, наверное, на весь экран сделаем так. Наиболее наглядно будет. То есть, я предполагаю, все-таки дальнейшее движение в направлении севера будет. Цель 75. Во-первых, пробой произошел 72,20. Тест уровня 72,20 и попытка дальнейшего роста. Как и, собственно, в базовом активе. Поэтому здесь рассматривать только лонги. Но, опять же, от 72,20 далеко очень, если стоп ставить за этот уровень. Вот, поэтому здесь я только буду наблюдать. Подход 72,20 даст, в общем, возможность для... Как для лонга, если цена отстоится на этом уровне, так и, собственно, для шорта. Это что касается 60-минутного графика. Если посмотрим на дневной график той же самой нефти, то здесь особых таких явных признаков для продолжения движения вниз нет. То есть, остановка пока остановка. Но это еще не говорит о том, что текущий уровень дают также возможность. Здесь также фигурирует уровень 72,20, как видите. Вот, несколько раз его уже тестировали. То есть, после таких вот стремительных ростов все-таки цена приходит опять к этому уровню. И потом дальше движется. Вот здесь вот так же было отстой на данном уровне. И только потом движение вверх. Поэтому все-таки подожду. С текущих уровней пока не буду покупать. Так, 60-минутный. Следующий инструмент – это доллар-рубль. Так, что он из себя представляет на 60-минутном графике? Так, это надо убрать. Она уже мешает. Это я заметки делал по процентной ставке Банка России для собственного архива. Что, собственно, здесь произошло? 63 500. Как вы знаете, у меня через каждые 500 пунктов здесь… Давайте на весь экран сделаем уровни. Поэтому здесь они могут не совпадать. То есть, у кого-то может быть 63 700. Ну, вот у меня даже 63 200 есть такой же вот уровень. Но, как видите, вот несколько недель назад он выступал как уровень поддержки и сопротивления, зеркальный уровень. А при росте этот уровень уже не выступил. Как уровень как поддержки, так и сопротивления. Поэтому могут и не совпадать. Дальнейшее движение, вот видите, 63 500 отскочили, произошел отскок. Ну, вот дальнейшее движение при таких вот аномально больших свечах, особое внимание хочу я уделить именно таким вот аномально большим свечам первый час. Ну, вообще, вот здесь вот свеча новостная тоже. Первый час, да, произошел перехай от прошлой торговой недели, но будет ли дальнейшее развитие, дальнейшее движение, тут нужно еще посмотреть. Вообще, если посмотреть на график доллар-рубля, то вот возьмем от 9 апреля. То есть боковой канал сохраняется, то есть 64, 64 500, даже 65, то есть в диапазоне он может еще ходить. То есть есть куда дальнейшее движение по данному инструменту. Вот поэтому также можно смотреть и на продолжение движения, но опять же, опять текущий уровень. Текущий уровень слишком далеко отскочила, и вот если даже за пробой на свечу ставить, который обновил максимум, или же за 63 500, но достаточно большой стоп, большой стоп выходит. Это что касается 60-минутного графика. Давайте на дневном графике посмотрим. Ну, дневная графика это, как видите, та же самая боковая динамика присутствует. И здесь, в общем, пока тенденция в муковике, то есть к верхней границе канала подходит 64. Может еще пройти и дальше пройти вверх. Вот поэтому здесь вот пока в диапазоне следующий инструмент от РТС. 60-минутный график РТС. Что у нас здесь? 16 тысяч уровень и 13 тысяч. Вот в пятницу немножко не дошла цена до 13 тысяч. Сейчас вот опять же на середине стоит. Никаких действий, пока цена не подойдет к какому-то из этих уровней. Пока никаких действий, потому что может еще импульснуть как вверх, так и вниз. Ну, пока идет как выкуп от 13 тысяч, и также выкуп идет даже от 15 тысяч. Почему 15 тысяч? Потому что вот аномальная свеча, проторговочка и попытка дальнейшего движения. То есть ни половина свечи, ни даже две трети этой свечи не были перекрыты. То есть от текущих уровней можно еще рассматривать шорты. Но опять же от текущих уровней. Так как вот эта вот свеча, она в принципе и пробойная свеча, ну не пробойная свеча, а вот от 16 тысяч, консолидация и дальнейшее движение. То есть пробой, консолидация и дальнейшее движение. Поэтому здесь еще нужно рассматривать пока шортовую позицию. Но опять от вышесказанных уровней. Поэтому здесь пока никаких движений, просто чисто наблюдение. Так, следующий инструмент это Газпром Фьючерс. Ну Газпром Фьючерс, как и базовый актив. Вот, собственно, это 14 тысяч. Больше здесь у меня уровня нет. 14 тысяч резко так улетели, но пока еще не приблизились к нему. Поэтому, может быть, еще подойдет цена. Ну, собственно, после дивидендного ГЭПа не сразу еще будет. Очень редко, когда по инструментам, в ближайшие там месяц, буквально, несколько недель перекрывается этот дивидендный ГЭП. Поэтому здесь такая же картина. Просто вне рынка. Что касается Сбербанка, Сбербанк тоже, как и на базовом активе, базовый актив подходит к ключевому уровню 200. И, собственно, и Фьючерс тоже пытается продолжить снижение. То есть, боковая динамика. И выход из боковой динамики, и коррекционное такое вот снижение. Ну, так как на Фьючерсе не видно, он не склеенный. То есть, здесь просто вот боковик. Боковичок. Вот, также здесь перспективы только какие. Дальнейшего снижения, если еще подойдет к уровню 21. Текущий уровень для роста. Ну, здесь никаких перспектив для роста. Надо переписать вот ближайшую аномальную свечу. Тогда еще будет надо посмотреть. А чтобы ее переписать, это 20900 и 21000. Может еще пойти. Вверх. А так пока только шорты. Ну, опять же, со стопами соответствующими. Вот, если даже посмотреть на дневной график. Вот, здесь тенденция сохраняется после отстоя, пробоя 21 вниз. Ну, и по базам актива также все это просматривается. Не только на Фьючерсах. Это же зеркальное отражение, просто Фьючерс от акций. Так, у меня, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, коллеги, то пишите. Пожалуйста, друзья, ваши вопросы. Я смотрю в чате Игоря Екатеринбурга. Валерий как раз и выступил 63200 при росте тоже. Там вышел самый большой объем именно по этой цене. Комментарии. Ну, возможно, возможно. Я просто лично, я вот, например, не заметил. Если вот Игорь заметил, то хорошо. Да, ну, то есть, вот видите, фигурирует опять 63200. Фигурировал. Он и до этого фигурировал в июле месяц, как уровень поддержки и сопротивления, видите, зеркальный уровень. И здесь вот, тем более, объем, если на объеме вышло это все. На 60-минутном графике, ну да, небольшая остановка была, но пошли дальше вверх. Практически без отхватки. Тенденция очень такая хорошая была. Тенденция, да. Часть я этой тенденции взял. Часть только взял. Вот. Ну, вот видите, продолжается даже. Ваш взгляд на август в целом, Валерий, будет торговать по ситуации или ожидаете, что доллар может пойти по всем инструментам? Ну, где присутствует доллар, может, конечно, быть подготовка к осеннему ралли, как обычно у нас бывает последние несколько лет, за исключением, наверное, одного или двух лет, то есть снижение рубля относительно доллара США. Это там, в тех инструментах, где он присутствует. По акциям, будет ли ралли или нет, ну, также посмотрим. Август месяц тоже, он, как сказать, больше для потрясений на фондовом рынке, вообще на политической арене. Такой значимый август месяц. Вот. Тем не менее, подготовка для ралли. А какой будет ралли? Ну, я надеюсь на растущий ралли по акциям на московской бирже. А какой на самом деле будет? Увидим. Оценим. Снижающаяся ралли по-другому называется, так скажем. Да. Вот. Ну, тем не менее, я рассчитываю только на ралли вверх. А я, кстати, тоже не думаю, что мы уже два дня хороним рубль. Понимаете, 20 лет с 95 по 2015 рубль падал. А в 16-17 годах, в четвертом квартале удержали. Удержали. Да, потом отпустили. Вот в апреле отпустили. Но это уже был не четвертый квартал. Это все-таки был второй квартал, так на всякий случай. Вот. Поэтому, ну, вот это сидеть целый год, ждать, когда его, так сказать, упустят, а потом начнут возвращать. Ну, я не знаю. Мне кажется, вот эти уровни, где сейчас доллар-рубль, я думаю, что до конца года мы их увидим. Во всяком случае, видно, что органы денежно-кредитного управления пытаются это сделать. Получится, не получится, понятно, неизвестно. Но какой-то однозначности и в этом году я, кстати, не вижу, потому что политика формально не поменялась. Вот, поэтому я, как бы, хоронить российский рынок и рубль, в том числе, совершенно не готов в этой ситуации. Посмотрим, что будет. Понятно. Валерий, на что после окончания эфира сразу обратите внимание, чем сразу займетесь? Какой парой или каким инструментом? Пара одна, доллар-рубль. Вот. И потом по всему спектру, собственно, посмотрю, как будут отрабатываться уровни. И там уже принимать решение буду. Но видно, что доллар-рубль сегодня у вас в центре внимания, да? Да, после вот такого вот обновления максимума и потом вот движение, так скажем, будет ли продолжен, не будет ли продолжен, будет ли, если вот давайте отметим такой вот ориентир, небольшой ориентир. Давайте. Вот этот вот ориентир. Как вы знаете, я статистические данные собираю. Ну, по каким? По новостям, по моделям, по, значит, торговле. Вот, собственно, если посмотрите, вот. Аномально большая свеча, удар 63,90. Аномально большая свеча, шпилька, удар 63,90. Аномально большая свеча, шпилька, удар 63,90. Через две минуты где-то закроется эта свеча. И что же будет дальше, посмотрим. Ну, вот, честно говоря, по вашему графику и по той логике, которую вы объяснили, некоторое снижение доллара все-таки, скорее всего, возможно. Ну, укрепление рубля относительно доллара США может быть, опять в пределах 63,90, 63,500. Вот где-то в этом диапазоне. Поэтому вот я и на этот диапазон и буду обращать внимание. Понятно. Конечно, многое будет зависеть от положения доллара в мире, естественно, от того, куда я его сейчас с утра подтянут. Ну, я имею в виду по еврику, по золоту и так далее. Поняли вас, Валерий? Спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо за внимание, коллеги. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Встретимся через неделю. Договорились.